Мы прогуливали биологию, но если дело касается нашего здоровья, все кажется простым и понятным. Многие болезни можно вообще диагностировать самому. У нас ведь есть великий и могучий интернет, но даже врачи не всегда бывают правы в постановке диагноза. А среди простых смертных существует куча заблуждений по поводу того, как устроен наш организм. Чем мы на самом деле болеем, а чем нет. Вот, например, старческие болезни. Мы привыкли думать, что после 60 многие страдают склерозом, а еще бабушки и дедушки часто жалуются на ревматизм. К сожалению или к счастью, но это все неправда. Склероз – процесс отвердения органов и разрастания соединительной ткани. Это может происходить в артериях, в сердце, в легких, и это даже не отдельное заболевание. Из однокоренных диагнозов существует рассеянный склероз – заболевание центральной нервной системы, при котором нарушается координация движений и ухудшается зрение. Но им болеют чаще всего люди в возрасте до 40 лет, и на память все это никак не влияет. Проблемы с памятью могут появиться разве что при атеросклерозе головного мозга. Но обычно то, что подразумевается под старческим склерозом, правильно называть синильной деменцией, приобретенным слабоумием. Похожая история с ревматизмом. Вообще-то это воспаление, которое часто возникает как осложнение после ангины или бронхита, и в первую очередь затрагивает сердце. И чаще всего им болеют дети, а не старики. И все это может перетечь в кардиосклероз. И бабушки здесь ни при чем. С пенсионерами разобрались, но это еще не конец. Сколько раз вы говорили или слышали, «Фу, у этой бабы целлюлит?» На самом деле это называется страшным словосочетанием – геноидная липодистрофия. Целлюлит, конечно, звучит получше. Но это слово означает гнойное подкожное воспаление. И выглядит оно намного хуже, чем апельсиновая кожа толстухи на пляже. Даже показывать не будем. Но лидирует среди мифических заболеваний вегетососудистая дистония. Вегетативная система, проблема с которой якобы испытывают огромное количество людей всех возрастов – это часть нервной системы, которая регулирует работу внутренних органов. Наши врачи очень любят ставить этот диагноз, когда не понимают, что происходит с человеком. На ВСД списывают приступы тревожности, головокружения, сильного сердцебиения. Но такой болезни вообще не существует. В международной классификации болезней, например, ее нет. Зато симптомов у несуществующей дистонии хоть отбавляй. Правда, с ними лучше по очереди идти к кардиологу, неврологу и психиатру. Кстати, есть люди, которым постоянно кажется, что они при смерти. Это отдельное психическое расстройство, о котором говорили еще античные врачи – Гиппократ и Гален. Оно называется ипохондрия. Ее исчерпывающе описал английский писатель Джером К. Джером. Мужчина-ипохондрик, читая медицинский справочник, может найти у себя все болезни, кроме родильной горячки. В общем, лучше всего, конечно, не болеть. Но на крайний случай, можно хотя бы называть вещи своими именами. Есть вопрос? Добро пожаловать в нашу группу ВКонтакте. Там можно предложить любую тему для нового выпуска Научпока. Мы воспоминали парни. АААААААААА! АААААААААА! Субтитры сделал DimaTorzok